Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 января. Вчера я посеяла еще два лотка томатов. Один для супер раннего урожая, другой просто высокорослый, индетерминатный для теплицы. Сейчас, так как я уже говорила, я во время посева у меня не было возможности снимать, потому что сеяла уже поздно вечером, была сильно уставшая. И если бы я снимала опять всю эту процедуру, это очень растянулось бы, но просто я по времени не успевала. Так как я посева уже показывала, технологию посева, сейчас я просто вам объясню, какие томаты я досеяла. И хочу сказать, что все вот в первую теплицу, которая будет с подогревом грунта, я посеяла все, больше посевов в нее не будет. Я сейчас расскажу разницу, почему в один день вчера я сеяла и скороспелые сорта, и сорта индетерминатные, высокорослые. Вот смотрите, все эти три лоточка у меня будут выращиваться в одной и той же теплице. Самый первый урожай будет, это будет теплица с подогревом грунта и подогревом воздуха. И самый первый посев, ой, сейчас возьми, подожди, какую-нибудь указочку возьму. Самый первый посев у меня был 23 января, те, которые уже взошли, про которые я говорила, что сею всегда только толстоногие сорта, сею только свои семена, чтобы не было осечки, потому что пересевать некогда только те семена, на которые я надеюсь, только толстоногие, которые не вытягиваются. И это для получения супер раннего урожая, для теплицы с двойным подогревом, греющий кабель и воздух, инфракрасный вверху. Теперь, вчера я посеяла вторую партию, тоже для супер раннего урожая, для этой же теплицы, но только те, которые уже могут вытянуться. И чем тут отличается посев? Во-первых, я его сделала позже на недельку, чтобы они не успели у меня вытянуться. Условия те же самые, это тоже для получения супер раннего урожая, для той же самой теплицы с двойным подогревом, то есть грунт, греющий кабель, и воздух, инфракрасный, висит наверху. Но во вторую очередь я уже могу сеять не толстостен, не толстоногие сорта, которые могут вытянуться в рассаде. Для этого я делаю позже на неделю, чтобы они все-таки не успели вытянуться. И вот во втором посеве у меня не только домашние семена, но еще и магазинные новинки. Это необходимо для расширения ассортимента. Я же не могу сеять всегда одни и те же сорта, одни и те же сорта. Сейчас появляется на рынке очень много новых, и хочется попробовать как можно больше. Те сорта, которые я высеваю всегда, я знаю, что они прекрасно для супер раннего урожая подходят. А вдруг еще есть какие-то хорошие, поэтому я испытываю. Вы видите, что здесь почти все сорта написано магазин, 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 магазин. И не страшно, если какие-то не взойдут или с ними что-то случится, потому что для этого у меня есть в первом посеве толстоногие большее количество, чем нужно. И я всегда могу, если эти не получатся, я могу их теми толстоногими, своими испытанными уже заменить. Какие я посеяла? Все сорта тоже с коротким вегетационным периодом. Это именно для получения раннего урожая. Они могут дать не очень большой урожай, это не индотерминатные, но они специально с этой целью и посеяны, чтобы пораньше покушать вкусные спелые томаты. Все. Ранние 83. Русские колокола. Я их высаживаю каждый год, но они тоже не толстоногие, но я их высаживаю. Чудо-лентяя, ультраскороспелый, золотое руно, сибирский скороспелый, янтарный, кемеровец, малиновая ляна, яблонька России, дон-джуан, штамбовый засолочный и розовая жемчужина. Все они не выше 50 сантиметров. 50-60 сантиметров в обычных условиях, но в теплице самое большое 80-90. Все это только для раннего урожая. Но вчера, в тот же день, я посеяла еще... Ой, извиняюсь. Я посеяла еще и высокорослые, такие как Батяня, Чудо Земли, Вова Путин. И вот сейчас я объясню, почему две таких разных группы томатов я сею в один день. Как так? Многие не могут понять. Многим, кажется, некоторые пишут, вы сами себе противоречите, вы говорите, что нужно сначала сеять вот такие высокие, индотерминатные, а потом уже в конце вот эти маленькие скороспелые, а сами сеете сначала скороспелые, а потом высокорослые. И вот я хочу, особенно для начинающих, объяснить этот нюанс. Понимаете? Мы можем сеять как положено, по стандартной схеме, по рекомендации специалистов. То есть сначала индотерминатные, потом средние, потом уже ультраскороспелые и самые ранние. Но если мы хотим получить суперранний урожай, как вот в случае с теми, которые ультраскороспелые, то мы можем в первую очередь посеять любые и скороспелые, и среднеспелые. Вы видели, что у меня в первом посеве, там где Демидов, Настенька, там есть и скороспелые, и этот посев, он исключение из правил. Как всегда есть правила, на которые нам вот специалисты указывают, что надо так-то, так-то, так-то по полочкам. Но мы можем, как я говорила, по своей прихоти, по своему желанию, любой сорт записать для суперраннего урожая и посеять его рано. И поэтому у меня получилось. У меня встретились в один день такие разные сорта, как Батяня, Чудо Земли, Вова Путин, которые вырастают двухметровые и которые ждать долго созревания. И вот такие маленькие вот эти скороспелки, как ультраскороспелый, сибирский скороспелый, малиновая ляна, я их сею в один день и ничего страшного в этом нет. Но эти я сею, потому что так положено, потому что так специалисты, потому что так по природе задумано, что у них длинный вегетационный период, у них высокий этот ствол, у них крупные плоды. Они пока раскачаются, пока сформируют куст, пока нальются вот эти плоды, пока они поспеют, те, возможно, к этому времени уже и отойдут, которые самые ультраскороспелые. Но теми мы собьем охотку, а этими потом будем наслаждаться уже, наверное, во второй половине лета, я так думаю. Ну, не знаю, год на год не приходится по-разному. Вот сейчас объясняю, что третий посев томатов высокорослых, крупноплотных, для теплицы с такими же условиями, то же самое, она тоже обогреваемая и это же самая одна, но это не для суперраннего урожая, это массовый посев для данных условий. То есть, если в теплицу без подогрева грунта мы высеваем там в первой декаде февраля, в середине февраля, ну, 10-го, 15-го примерно февраля, там зависит от срока вегетации, то в теплице с подогревом я еще раньше начала высевать, потому что у меня есть возможность высадить раньше. Эти же томаты, такие же сорта я буду сеять и в феврале, но только для простой теплицы, где земля не греется, так как у меня сибирский регион, для высадки, например, в конце апреля я буду сеять в феврале. Все, сейчас назову, какие сорта я посеяла, как бы не для суперраннего урожая, но в эту же теплицу. Я вам уже показывала, что у меня одна половина теплицы для суперраннего урожая, для тех, кто рано отдаст томатов, для тех томатов. А вот это будет во второй половине теплицы, ну и, наверное, во второй половине лета. Это батяня, пудовик, розовый мед, чудо земли, любимый праздник, Вова Путин. Вы видите, все, какие я называю, у них все плоды, как на подбор от 300 и выше, а чаще всего 500 грамм и плюс, и дальше, и 700, и 800 могут быть. Вова Путин, потом Делишес, вот этот из книги рекордов Гиннесса, который вообще побил рекорд и удерживал больше 20 лет. 3 килограмма, что ли, сколько-то вырастили там американцы его, вот этот крупноплодный. Потом Сибирский Изобильный, Орлиное Сердце, Крымский Черный, Король Лондон и Русский Богатырь. Вы видите, что здесь ни мелкоплодных, ни низкорослых, ни ранних, никаких. Короче, тут отборная элита томатов, крупняк такой. Вот те самые бифтоматы, мясистые, вкусные, сахаристые, для выращивания которых мы тратим, ну, больше внимания им нужно. Обязательно с посынкованием, обязательно с подвязкой. Ждем которых очень долго, но которые считаются самыми вкусными. Все, тут вот эти, у меня тоже все семена свои. Все семена свои, тут ни одного пришельца из магазина нет, потому что это тоже первый посев, вот этих индетерминатных, высокорослых, крупноплодных. Уже во второй, тут тоже я не могу ошибиться, у меня не должно быть осечки, потому что вот эти из крупных должны поспеть первыми. Во втором заходе будут также из магазина, так же как вот про ранние скороспелые я говорила, что я вот нынче во второй посев добавила те сорта, которые вообще мне неизвестны. Вот, например, Дон Джуан мне неизвестен, янтарный посеяла для получения раннего урожая, но во вторую партию. Золотое руно, тоже во вторую партию. Вот чудо лентяя я уже показывала, но я показывала, когда я только планировала. Здесь же будет кемеровец. Я показывала, когда планировала, теперь вот планы притворила в жизнь, посеяла их. Но, к сожалению, кошка мне за ночь поработала, все перетоптала, перерыла, перепутала. Не знаю, спутаются сорта или нет, но будем надеяться, что она не все испортила. Надюшка, это моя проблема в этом году, придется ее, наверное, как собаку садить на маленькую цепочку на ночь. Все, до свидания. Это, конечно, шутка, не подумайте, что я ее, правда, буду прицеплять. Кот ученый будет на цепи. Все. Кот ученый будет на маленькую цепочку.